Больше внимания ливневой канализации. Глава Красноярска Эдхамок Булатов оценил водосборную систему города и ее готовность к осенник. Каким выводом пришел мэр после того, как провел несколько выездных совещаний по районам Красноярска, расскажет Алексей Федореев. Перекресток улицы 9 мая, проспекта Комсомольский. После каждого ливня здесь потоп. Водосборных люков не хватает. А к тем, что есть, стремятся подключиться нерадивые бизнесмены. И ливневку забивают отходы всех видов. Безусловно, это явные нарушения, граничащие с преступлениями. Тем более, это актуально, что надвигается осень, соответственно, будут дожди. И мы должны понимать, как город готов к тому, чтобы нормально обслуживать город. Насколько мы готовы к тому, чтобы нормально обслуживать городские магистрали в этот период. Из Северного на Брянскую. Тут к руководству города присоединяются рядовые рабочие. Вода, она какая мощная, сила такая. Он давит ее, прижимает, что мусор не проходит. С вашей точки зрения, как надо действовать? Чаще чистить? Либо нужно реконструкцию все-таки делать? Или же вот она будет справляться, если ее нормально обслуживать? Это главный вывод. Даже нехватка труб не так страшна, как мусор в них. Он сужает проходимость канализации, по городу тонут машины. Мы не должны дожидаться, пока это что-то у нас засорится. Кроме этого, у нас вот эти, как мы говорим, есть точки болевые в городе, которые мы их знаем, мы их фиксируем, где у нас в основном идет постоянно забитие вот как раз этой ливневой канализации. И на эти точки мы выезжаем гораздо чаще. Существующая ливневка обеспечивает всего 20% территории города. Обеспечить остальные 80% мэр, к сожалению, не обещает. Пока это нереально. Но это не значит, что проблему решать не будут. Мэр дал поручение разработать регламент, который позволит проводить профилактические осмотры чаще, а за проблемными точками закрепить специализированную технику. Алексей Федорев, Евгений Майчев, Новости ТВК.